Добрый вечер, спасибо огромное, что пришли. Мы будем с микрофоном говорить, потому что у нас идут записи, и потом все лекции можно посмотреть на YouTube, YouTube и в соцсетях музея. У нас каждый четверг проходит лекционная программа в рамках выставки «История российского дизайна. Избранные». И мы благодарим за это наших партнеров. В первую очередь это Третьяковская галерея и президентский фонд культурных инициатив. Сегодня у нас, сейчас я правильно буду читать все регалии, Иван Клеменечев, дизайнер, креативный директор метафора брендинг и куратор направления проектирования B&D. Это бизнес и дизайн школа. Спасибо огромное, что вы к нам пришли. Тема, о которой вы сегодня будете рассказывать, это то, что меня очень волнует. Я сама все время смотрю и думаю, что нужно как-то систематизировать все, что было в Советском Союзе, потому что это одно из сильнейших айдентик, которая была за вообще все время XX века создана. Спасибо большое за такую интересную тему. Я вам передаю слово. Спасибо за интерес. Мы этой темой занимаемся лет уже пять. И сегодня, естественно, мы не посмотрим все, а посмотрим только некоторые элементы, скажем так, и ключевые моменты возникновения, этимологию происхождения элементов системы, ее развитие и, соответственно, прихождение ее в упадок. Какие-то ключевые точки и потихонечку буду развлекать какими-то картинками, для того, чтобы это не было окончательно скучно и сухо. Вот самое веселое. У нас есть, как вы понимаете, несколько базовых фигур. Мы от них никуда деться не можем. Они у нас данность. А все остальное их производные. На самом деле, зачем я это показываю? Затем, что наши с вами далекие предки при помощи палки и веревки смогли изготовить практически любую фигуру, любую плоскость и воплотить ее потом в камне, в каком-то материале и так далее. В любом случае, вот у нас есть отрезок веревки, палочка и радиус. Из него мы делаем все остальное. Это что мы можем промерить? Да, очень простая история, отчасти откуда появилась геометрия в Древнем Египте. Каждый год на делы границы смывают. Надо перемерять заново. И они очень в этом деле поднадорили. А что, собственно, вокруг? Это объекты, которые мы видим, с которыми мы и наши с вами древние предки взаимодействовать не могут, но не могут не видеть и не могут не признавать влияние. То, что Солнце жарит, Луна светит, звезды сияют. Зачем-то это все надо. Так вот, дизайн-система работает целостно. Воздействует на все органы чувств. У нас есть форма, у нас есть цвет, символ и девиз. И все эти элементы по отдельности могут быть очень хорошо известны. Ничего нового в сельхозинструментах нет. В звезде, про которую мы сейчас тоже поговорим, ничего нового нет. Но алый цвет тоже, в общем, новостью не назовешь. Но все вместе они образуют уникальную группу. Форма, цвет, символ. Соединение вот этих трех объектов. Это работает на любой идентике, на любой символьной системе, когда мы выстраиваем из знакомых компонентов некий новый смысл. И коротко, это преамбула, просто такая, я не буду слишком глубоко заходить, но такая легкая преамбула. Для того, чтобы знак, символьная система, система графическая, хорошо, устойчиво работала, нужно соблюсти всего три пункта. Пункта. Нужно держать устойчивую графему, она должна отвечать высокой степени вариативности и быть хорошо масштабируемой. Очень простые требования к узнаваемости. Что такое графема для тех, кто не посвящен, я объясню. Коротко, это буквально скелет буквы. Вот если от нее все убрать, потерять шрифты, потерять все, оставить остов, это будет графема. Очень легко проверить, если попробовать графему сломать. Вот у нас есть первая буквочка А, и мы ее начнем мучить. И вот в какой-то итерации она превратится в какой-то загадочный символ, или букву Г, или вовсе потеряет нашу с вами алфавитную систему и перейдет в латиницу. То есть это и есть графема, то, что составляет букву. У знака тоже есть графема. Она должна быть устойчивой, узнаваемой и поддаваться масштабируемости и быть вариативной. Давайте посмотрим на вариативность знаков красная звезда плюс определенные наполнения, которые в данном случае являются переменной. На самом-то деле, смотрите, звезда может быть и такая пухленькая, как у нас первая звезда 17-18 года, так и вполне себе разъехаться, как на капоте запорожца, либо сочетаться со сложным символом ордена, по сути дела, со перевернутой звездой. Либо иметь очень детализированное, почти фотографическое изображение и при этом не потерять своей узнаваемости, своих элементов, графемы, цвета и основных своих атрибутов. Смотрите, вариативность. Очень легко проверить знак. На самом деле, такая, по сути дела, техническая история, когда мы берем знак и смотрим, в каких условиях он выживет. Что будет, если эту, условно говоря, кошку положить в условную микроволновку? Вот она лопнет или нет? Вот что произойдет? Это не научным языком говорю, ну ладно. Масштабируемость. А может ли он держать большой размер, может ли он держать сверхмалый размер? Это тоже относится к знаковым системам. И это залог, на самом-то деле, того, что эта система будет хорошей, эффективной и долгоиграющей, что называется. Давайте поговорим коротко про этимологию. Будет длинный вход, зато потом будет много картинок. Самый один из древних и известных изобразительных мотивов – это восьмиконечная звезда. Встречается она, начиная с неолита. Активно использовалась у шумеров. То есть звезда, вот если мы посмотрим на географию, фигурирует почти на всех континентах, кроме Австралии. Ну и здесь вот я скромно, да, потому что здесь вот там, как у нас тут финоугры ходили, куда сказать сложно. Но это и Северная Америка, и Южная Америка, и, естественно, Междуречье и так далее, вплоть до Тихоокеанского региона. Поэтому восьмиконечная звезда, как звезда, как слово звезда, оно на самом-то деле фигурирует в мировой культуре достаточно глубоко, вплоть до Удмуртии, на самом-то деле. Да, вот восьмиконечная звезда. Чем интересен архетипичный, древний, устоявшийся символ? Тем, что его одевают как рубашку на себя разные религии, культуры, движения, и всегда интерпретируют его по-своему. Потому что в христианстве звезда – это будет один знак, в исламе звезда – это будет другой знак, но, тем не менее, то и другое графически будет звездой. Да, вот у нас костяное пряслица XIII века, удмуртская. А вот сакральная, совершенно удивительная вещь – свадебный нагрудник кабачи. Это такой предмет одежды, который женщина одевает один раз в жизни, невеста. Да, вот у нас иштар XII века до н.э. А вот у нас отличительный знак МЧС – восьмиконечная звезда, никуда не делается. И это совершенно нормально, потому что знаки не появляются и не исчезают. Можно только уметь их эксплуатировать. Так вот, первая пятиконечная, так называемая звезда Урука, была обнаружена на керамике, пятиконечная звезда. Предположительно считают, что он являлся оберегом. Предположительно, доказать это никто не может. Египтяне трактовали пятиконечную звезду как Сириус, буддисты как один из тоже сакральных символов в своей плоскости. Греки пентаграмму трактовали своим образом, то есть знак не уходит, не умирает, но при этом в разных народах трактуется по-разному. А теперь то, что для нас может показаться чуть-чуть интересным и, возможно, важным, это звезда Марса. Или так называемая Марсова звезда, потому что по легенде Марс родился от прикосновения лилии к животу своей матери. И вот лилия, звезда и цвет красный стали атрибутами бога войны и очень активно эксплуатировались на разных щитах. То есть если мы видим римский щит, он красный, добро пожаловать, это посвящение Марсу. Если мы видим стилизованные лилии, скорее всего, это будет лилия или звезда Марса. Так же, как существовал отдельный Марсов легион, один из самых древних. Там они эту звезду рисовали, наносили, вообще ничего не стесняясь, не прибивая к помощи других богов. Потому что если их читать, сейчас мы к Советскому Союзу придем. Если читать, то тут у нас Зевс, тут у нас Крылья Ники Победы, Веретено Судьбы. Ну так, обкладывались со всех сторон на всякий случай. Если уж помрешь, то значит судьба. Китайцы. Китайцы несколько тысяч лет до того, как вообще звезда стала на европейском континенте, и между речью стало кому-то интересно, эксплуатировали ее в движении и философии Усин. Усин – это пять стихий, пять чувств, пять материалов и так далее, и так далее. Поэтому, когда им в середине XX века принесли звезду, они сказали, спасибо, мы знаем, ничего нового. Звезда на православных иконах, Рублевская, восьмиконечная в данном случае, или Вознесение и перевернутая звезда. Для чего я это показываю? Для того, чтобы, когда ты заходишь и набираешь красная звезда в интернет или еще где-то, на тебя вываливается просто вот такой открывается Кингстон, на тебя вываливается какое-то безумие, и от этого хочется как-то более-менее осмысленно и научно отойти в сторону и аргументировать. Это пятиконечная звезда в храме Вифлеема, в Иерусалиме, извините. Храм Рождества Христова в Вифлееме. А еще пятиконечная звезда очень долго была символом Иерусалима, и никто туда не вкладывал никаких отрицательных или каких-то негативных смыслов. Вот тоже замечательный храм спас на крови, вот у нас тут пятиконечные звезды, очень симпатичные. Так что цивилизации, культуры используют знак и придают ему свое значение. Это на самом деле очень простой, с одной стороны, вопрос, почему, да, а что вы от звезды не отстанете, придумайте новый, и все будет хорошо. Казалось бы, да. На самом-то деле секрет притягательности двояк. С одной стороны, это почти практически полное, но я так делаю скидку на то, что не бывает полного, математическое совершенство и точное движение по золотому сечению. Первое, Пифагор это привел в окончательную математическую модель, и очень долго они с этим развлекались и получали удовольствие. А во-вторых, это то, что мы этот символ, эту математическую завершенность можем встретить в живой природе. То есть, с одной стороны, это ясность мысли и точность расчета, а с другой стороны, она уже воплощена и как не богами, или какими-то сверхъестественными силами подобную конструкцию можно объяснить. Звезды даже после греков никуда не ушли, они фигурировали и в геральдике, и в орнаментах, и в религиях, но нам интересно, как они привели к Советскому Союзу, как звезда оказалась одним из главных символов той страны, которой уже нет. Неожиданным образом звезды в качестве воинских отличий появились во время Французской революции. Но закрепил их Наполеон. Наполеон ввел их в качестве марцевых звезд на погоны высшего генералитета. Это было очень важно. Он вообще очень много брал от Римской империи, потому что этот талантливый корсиканец строил империю имени самого себя. Поэтому он очень много привнес из-за... К тому же он не вполне даже француз. Он пользовался колоссальной любовью в Италии и уважением, потому что он говорит, что это наш парень, мы его знаем. Так вот, звезды остались у генералитета в 1803 году. А теперь произошло удивительное. Не только в России, но и в Европе был очень долго культ Наполеона. Это был культ, сравнимый с культом почитания Александра Македосского. Полководец, который не проиграл ни одной битвы, только всем миром его наконец-то задушили и сослали на остров Святой Елены. Так вот, звезды в русскую армию пришли в 1927 году при воле Николая I. На самом-то деле здесь я сделаю короткое отступление о том, как составлялась воинская амуниция в императорской армии. Императоры обожали сочинять мундиры. Это было одно из их... Представляете, можно солдатов раскрасить на столе, а можно 10 тысяч одеть. И они получали колоссальное удовольствие и считали это одним из очень важных воинских умений и навыков, как правильно составить мундир. Так вот, звезды к нам пришли. И звезды на погонах успешно существовали 90 лет. На Ипполетах, извините, не на погонах. И 90 лет они служили в русской армии. Вот такая вот будет хорошая фотография, мне кажется, очень симпатичный молодой белый офицер. Так вот, в феврале 1917 года Гучков, глава военной и морской министр Временного правительства, после отречения Николая II, относительно быстро произвели корректировку военной формы. Мы убрали орлов, звезда осталась. Убрали ипполеты, оставили на рукавные нашивки, потому что их проще и быстрее менять. Но ничего нового для... Вы посмотрите, да? Вот ее можно, не зная, даже принять за советскую. Да, чем она отличается-то, да? Лавровый венок есть, да, якорь есть, ну, моряк, наверное. Так вот, Марсова звезда, после того, как она была распространена на крыльях любви к успехам и личности Наполеона, она до сих пор присутствует в большом количестве армий. В том числе и даже до 1945 года она в Японии тоже существовала. Но есть и второй смысл звезды. Это образ недоступного совершенства. Это образ, к которому можно тянуться. Это тот недостижимый, но очень желаемый идеал, к которому хочется приблизиться. Это у нас тут коммунистическая подпольная газета. Кстати, прошу прощения, это первая легальная звезда. И полярная звезда, альманах, который издавали декабристы. Правда, с большими купюрами, но тоже почитали это как определенный подвиг, и он им, естественно, был. Поэтому знак звезды получает двоякую трактовку. Общепризнанно как военный знак, но и более узко, как стремление к какому-то совершенству или идеалу. Цвет. Второй пункт нашей триады. Красный, объективно, физиологически, один из сильнейших активирующих реакцию стимул. Здесь надо сказать следующее, что надо очень четко различать, что цвет не бывает один. Цвет – это всегда пара. Более того, это всегда неравновесная пара. Какого цвета больше? Потому что даже здесь мы видим на красный, черный и белый. Белого меньше, черного больше, и красный с ними здесь активно борется. Поэтому цвет, ну, красный, конкретно красный, он такой очень активирующий, очень стимулирующий. Первый красный флаг появился во время Лионского восстания во Франции. Вот на этой раскрашенной иллюстрации мы его видим. Конечно, лионских ткачей задавили, но прецедент был создан, и красный цвет начал фигурировать во время неповиновений, во время восстаний. Даже неожиданным образом в России он проявился во время Кандиевского восстания в 1961 году, когда прочитали манифест освобождения крестьян. Крестьяне не поверили, и своим символом выбрали красный платок, которым, собственно, собирали народ. Это было неожиданно. Но в Советскую Республику, потом в Советский Союз, красный флаг попал напрямую из Парижской коммуны. Коммунисты вообще считали себя во многом заслуженно преемниками французской революции и восстания Парижской коммуны в частности. Вот здесь кусочек прямого закона от 21 декабря 1989 года, 1700, о том, что в случае опасности срочно выкидывайте алое полотнище, любое, для того, чтобы народ собрался. Это прямой призыв, прямой символ к прямому действию. Но на самом деле коммунисты еще позаимствовали форму правления диктатуры пролетариата, а также гимн, который был у нас до 43-го года, официальным гимном был интернационал. Демонстрация на Казанской площади, где был поднят красное знамение со словами земля, ну, с символикой организации земля и воля, тоже, в общем, закончилась порядочной и свалкой, и безобразием. И та точка, на которой 1905 год, до революции еще очень много времени, но красный флаг становится символом борьбы, идентификатор борьбы за права против угнетения. Поэтому красный флаг в России начинает четко работать, как очень четкий сигнал, красный – это борьба. Надеюсь, это достаточно убедительно. Теперь символ. С символом немного проще. Что только не пишут и тоже стараются зайти какие-то невероятные некоторые исследователи глубины, на самом деле в Европе серб отдельно, молот отдельно, либо они в паре. Вот это вот чилийская вообще монета 1895 года, исключительно орудия, труда или символы принадлежности класса к труду. Вот несколько гербов российских городов, на которых эти символы фигурируют. Серб – сельское хозяйство, молот – это механизированный, скажем так, труд. Интересно, что когда смотришь на графическую и на дизайн-систему геральдическую, в Российской империи очень хорошо видно, что она, по большому счету, ничем не сшита. То есть она как зародилась, так и существует. Местническа, родово и так далее. То есть подчиняясь, по большому счету, только языку геральдики. Первый символ революции. Первый символ революции, на самом деле, первое сообщение революции – это была листовка, которую везде расклеили. Возвание военно-революционного комитета к гражданам России 25 октября, 10 часов утра. То есть вот такая смс-ка прилетела на каждую стену. И повязка. Ничего сложного, никаких символов, никаких, только сообщения, только донесения свой-чужой, только донесения, что вот эти люди осуществляют какие-то действия. До того, как создать новую систему, надо расчистить место. И 12 апреля 1918 года выходит декрет о памятниках республики, который, с одной стороны, когда читаешь или пытаешься изучать эту систему, коммунистов клеймят, клянут о том, что они вели себя безобразно, уничтожали памятники. Но есть и вторая сторона. Этим декретом описывалось количество и предназначение памятников, которые надо демонтировать. И как? Потому что стихийное уничтожение происходило и без всяких декретов. Люди на местах в Киеве подвесили Столыпина за шею. Не очень красиво. Памятник, конечно, Столыпину. И на местах уничтожались барельефы, знаки и так далее. Потому что нам сейчас тяжело представить, какая степень антагонизма, напряженности и взаимной вражды была заперта в обществе к тому моменту. Два события, на которые мы сейчас посмотрим, которые нельзя проигнорировать, которые не зависят от политического строя. Это рождение и смерть. Ну, соответственно, с новым было все ясно. И революция, прямой наследник французской революции, в пункт номер два не будет как раньше. Ни в коем случае, да? А вот как именно раньше, предельной ясности не было. Но мы сейчас на кое-что посмотрим. Первое, с чем пришлось столкнуться революционерам и борцам, это смерть, потому что это городские бои, и это их товарищи. И интересно, что первое отдание память, попавшим на новом языке, это, может быть, были в Петербурге памятник борцам революции на Марсовом поле, архитектор Руднев. Своебразное место, посмотрите, вот такие четыре фронтона, четырьмя углами они собраны, текстом напрямую говорят, что ребята, мы прямое продолжение коммунаров и кабинцев. То есть здесь вот открытым текстом. Для того, чтобы понять степень напряженности, пришло провожать до миллиона человек. Нам сейчас это представить себе сложно. Так немножечко шаг в сторону, посмотрите на форму вот этих полотничь, да? Они прямое продолжение православных хоругвий, хоругвий, потому что это тот объект, с которым выходили на улицу, да? Он вертикальный и такой вот такой специфичной форме с бахромой. Эпитафия Луначарского. План монументальной пропаганды о памятниках включал в себя и возведение новых памятников. Был составлен, соответственно, смотрите, то, с чего начинается дизайн-система. Спроектирование цельного, законченного и осмысленного. То есть в данном случае было собрано собрание ЦИКа, и они определили, что будет новыми памятниками, какие образы надо пропагандировать, какие не стоят и в каком, соответственно, объеме. Да, это памятник советской конституции 1918 года. Они их делали из подручных материалов. 1918 год, еще, скажем так, еще ничего не закончилось, все только началось. Поэтому это было и дерево, и гипс, и цемент с мраморной крошкой, или даже с каменной крошкой. То есть они, но понимая важность того, что ты убрал старые символы, на их место ты обязан поставить, а на что мы будем равняться, за что эти люди будут воевать. На гербе Москвы. Тоже памятник на третьем плане, соответственно, присутствует. Первое изображение, которое так или иначе уже похоже на будущую символику. Есть уже символ и есть свет. А этот картуш, по сути дела, это хоругви, которые украшали въезд, подъезд Мариинского дворца на Исааковской площади в Петербурге. Фотографии, к сожалению, найти не удалось, но определенные отрисовки вот можно найти. Первая символика. У нас есть цвет, у нас есть объект, у нас есть символ. С серпом и молотом никто не спорил, с красным никто не спорил. С девизом «Пролетария всех стран, соединяйтесь», который пришел в республику из трудов Маркса, собственно, на обложке капитала, выведена «Пролетария всех стран, соединяйтесь». Там будьте едины, но не суть. Так вот, для реализации декрета была образована комиссия и был объявлен конкурс. Абсолютно нормальное дело. Сейчас мы это назвали тендером. Были привлечены несколько десятков художников. И вот их решение. На самом деле здесь есть и авангардные, вполне себе. И посмотрите, как мы будем смотреть еще на элементы авангарда. Но я вот отсюда хочу сказать, здесь очень хорошо видно, как блестяще авангард справляется с привлечением внимания и как ему тяжело работать в рутине. Как вот этой всей динамической группе тяжело быть печатью. И тем не менее. Посмотрите, разведены и рабочие, и колхозница по мужским и женским образом. На самом деле, Кудрин-Боровский был один из лучших геральдистов на тот момент в Российской империи. Чихонин, который очень много работал над символикой, в том числе и над будущей символикой Советского Союза. И Лео. Их там было трое, но проиграли они по единственной причине, потому что они добавили сюда, я не знаю, насколько хорошо видно, добавили меч. Меч – это символ войны. Но в коммунистической идеологии и в языке, на котором они хотели говорить, надо понимать, что они все настрадались. Это ссылки, это каторги, это нелегальное положение. То есть эти люди по 30 лет провели в жизни, что называется, ну не сахар. Это не значит, что я им симпатизирую, или я их как-то буду принижать, но они абсолютно не были сторонниками насилия, по крайней мере, на первом этапе. Первая утвержденная эмблема. Собственно, устанавливается в 18-м году, 19 июня, официальное признание эмблемы «Серп и молот», которые будут зафиксированы в Конституции. И тут уже, это такой мой внутренний юмор, второй символ, который утверждал действительно Троцкий, это армейская звезда. Смотрите, что у нас есть. Молот решили заменить прогрессивным плугом. И некоторое время с плугом действительно он существовал. Но лёгкая узнаваемость, вариативность, масштабируемость. Вот с лёгкой узнаваемостью с плугом в России были проблемы. С «Серпом» было полегче. Кроме того, с масштабируемостью уже, вы видите, есть определённые проблемы. Очень много мелких деталей, сложные технические устройства. В народном конкурсе, если там внимательно смотреть, там предлагали отбойные молотки и какие-то паровые машины. Ну, мы же в будущее идём, да, и, соответственно, надо в будущее вот это всё тут же сюда поместить. Посмотрим на утверждённый герб. И он был нарисован, принят, одобрен, но не описан подробно. А вот это обложка Конституции 1918 года. И здесь при желании можно найти миллион отличий. Здесь и фасции, которые потом попали на символику у итальянской фашистской армии. И чаша с пламенем, символ Спартака. Ну, один из символов Спартака. И сложный геральдический картуш. Ну, то есть, прям, да, не очень-то похоже, да, а куда пшеница ушла, да, и так далее. Поэтому любая символика, если она хочет стать системой, она обязана в определённый момент стандартизировать главные пункты. То, что обязательно, и то, без чего можно прожить. То, что вариативно, и то, что незыблемо. Двадцать третий год объявляется конкурс на создание теперь уже союзной символики. Это была у нас Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика, а это конкурс на создание символики советской, союзной. И вот посмотрите на это обилие деталей. Вот, собственно, один из примеров, когда пытаются поместить сюда и штангерциркуль, и грабли, и кирка шахтёров. Шахтёры – это очень важно, это наши нефтяники тех лет, и плуг, и сельхоз какая-то, селка, и так далее. Да, то есть это перенасыщенные, перегруженные, очень близкие, с одной стороны, одной ногой стоящие на языке старой геральдики, а с другой стороны пытающиеся рассказать новую историю. И получается так немножечко сложновато. Что называется. Но очень важный символ, про который я не сказал, а он имеет большое значение – это восход. Это очень важный знак, потому что восход, опускаясь на нашу с вами физиологию, мы все видели, как встаёт солнце, мы знаем, что это начало. Что завтра или дальше будет что-то ещё. Продолжение поиска символики. Это один, к сожалению, не установленный автор, но его эскиз был реализован на центральном телеграфии, до сих пор он там присутствует. Здесь, интересно, не каноничные разведённые серпы молот. Так, но в правую руку и влево. А тем не менее, можно вот на Тверскую подъехать и полюбоваться, он отлично выглядит. В 1923 году дизайн утвердили окончательно. Появились шесть девизов на разных языках с одним и тем же текстом «Пролетарий всех стран и индейцев». Дорабатывал уже художник-гравер госзнака Иван Иванович Дубасов. На самом-то деле здесь художники монетного двора или будущего госзнака на самом деле приложили руку очень и очень сильно. А теперь мы посмотрим, вот сейчас вы увидите, к чему этот лист и почему он имеет значение. В брендинге есть три типа, ключевых, их так, если по большому можно четыре сказать, но ключевых три типа архитектуры брендов. Это дом брендов, когда есть головная компания, а у неё есть, условно говоря, ну полтысячи, сотни брендов. Мы никогда не узнаем о том, что СИВ делает Юниливер, если мы там не будем читать с обратной стороны. Есть бренд-дом, когда есть головная компания и всё будет пронизано вертикально. Все будут нести на себе атрибуты, символы, цвета, шрифтовой гарнитуры. И смешанный тип, когда есть ключевой продукт, возможно, что он даже является частью названия головной компании, но это не означает, что он в этой семье будет один. Так вот, архитектура бренда СССР выстраивается как вертикальный дом бренда, когда есть постоянные элементы и есть внутренние национальные переменные. Это получается достаточно устойчиво и при этом гибко. Так, мучить мы с этим или нет? Ну окей. Это пирамида бренда Келлера, которая строится на следующих понятиях. В базе самое главное – это то, без чего нельзя даже начинать. Это осведомлённость. Лёгкость узнавания и запоминания – это как раз то, что легко кладётся в символику. Способ применения, что это вообще напиток, что это автомобиль, что это государство. И закрытие потребности. Но самое главное – это осведомлённость. Нижний уровень пирамиды – это что эту компанию или это государство, или это государство, которое обращается к этой целевой аудитории, потому что у государства очень много групп, с которыми она может разговаривать. Это что её отличает и насколько она заметна. Это знакомство. Помимо осведомлённость – это я что-то слышал. А кто вы – это знакомство и построение ассоциаций. Второй уровень – это зачем вы мне нужны, который разделяется на функциональный, зачем мне нужны физически. Да, ну теперь комиссары, что мы будем делать? Мне нужны дрова. Там дымоход задосорился. Что мы будем делать? И образы эмоциональные. Как эти комиссары, не комиссары, люди с повязками, какое они впечатление произвели? Уровень выше – это мнение. Что я думаю о вас? Моё мнение на основе впечатления и опыта. Вот пришли комиссары, принесли дрова или унесли. Вот что произошло. И я по результату, соответственно, сижу и я могу составить мнение. Мнение будет функциональным, а впечатление будет эмоциональным. И верхняя точка – приверженность. Как я с вами связан? Как я себя с вами ассоциирую? Если перекидывать на обычный потребительский брендинг, я могу спросить там, назовите марку автомобиля, и каждый из вас назовёт там в рамках пяти-шести марок разные. Просто кто-то скажет «Тойота», кто-то скажет «БМВ». И он будет ей привержен, если он с ней связан эмоционально. Независимо от того, ломается ли она, дорог ли ремонтом. Это всё вот сюда, на функционал. Когда включается приверженность, физика уже начинает потихонечку отступать. Так вот, внедрение новой символики – это самый базовый уровень, осведомлённость. Листовки, песни, плакаты, шествия, демонстрации и начало XX века – оно всё очень публично. Нам сейчас, сидя в каждом собственном приборе, устройстве, телефоне, смартфоне, тяжело представить, что это жизнь, которая происходит во многом на улице. Хочешь узнать новости – выйди на улицу. Там будет афишная тумба, там будут стоять люди, которые обсуждают. Там будут те, кто согласны и уже не согласны с тем, что они прочитали на этой тумбе. Уже может завязаться интересный разговор. И внедрение новых ценностей как внутрь целевой аудитории – это памятка солдату. Что такое солдат Красной Армии? И там подробное объяснение, что он должен быть хороший и так далее. И белорусский плакат, призывающий на призыв. Так вот, после того, как познакомились, сейчас вот на секунду, не скучно, нет? Смотрите, это такие немножко специфичные истории. Смотрите, зачем вы мне нужны функциональность и образ? Вот сюда, да? А затем, что коммунисты начинают рассказывать. Ребята, вот сегодня у нас с вами вот так. И это чистая правда. Есть голос, есть смерть. И было рабство на протяжении поколений. Мы дадим вам правду, не справедливость, а правду, которую вы хотите. Мы дадим вам освобождение, и мы дадим вам мир. Теперь освобождение, кстати, не свобода, а это очень тонкая грань. И начинают работать художники. Художники, которые должны простым языком донести до тех, кто умеет читать, до тех, кто не умеет читать. На уровне простых образов, четких и емких. Через цвет фиксируется принадлежность к этому строю, к этой группе. Через символ он закрепляется. Через сюжет получаем эмоциональную привязку. Через текст все остальное. Да, вот здесь красноармеец победил какого-то генерала, видимо, Деникина. И, соответственно, подробное уже объяснение, логическая фиксация. Нет угля, стоят фабрики. Нет угля, стоят поезда. Покуда дон не наш, голод с нами. Поэтому плакаты закрывают осведомленность, закрытие потребности. Это не плакаты про красоту. Это плакаты про фактические нужды, которые люди хотят получить сегодня. Которые дают простой способ применения. То есть, если есть проблема, она описывается максимально четко, понятно и доходчиво. В данном случае у ликвидации безграмотности. На самом-то деле, в данном случае, помимо дизайн-системы, которая формируется, еще и сила, если можно так сказать, все-таки бренд-потребительская категория политического капитала бренда коммунистов, в том, что они выполняли то, что они декларируют. Через ликвидацию безграмотности прошло несколько миллионов человек. То есть, они фиксировали, и это можно было все, соответственно, проверить. Смотрите, вот в том случае, когда персонаж, герой этого плаката, он нам уже повелевает, мы ему уже подчинены, мы должны быть в той степени, когда мы уже приверженцы. И прямое обращение, и прямой жест, и прямой вызывающий взгляд. То есть, вот здесь все эти элементы уже системы наполнены. Так, теперь немножко про символику. Я вас немножко подмучил брендингом. Немножко про символику. Смотрите, что мы видим. Кокарду выдали, а дальше вот крутись как хочешь. У тебя вот такой картуз был, ну и молодец, да. Вот тут была такая кепочка, тоже хорошо. Или шоферская кепка. Или вот, например, фотография бойцов ополчения. Красная гвардия, завод Вулкан, их можно долго рассматривать. Тут и канатье, и бабочки, и рабочие рубашки праздничные. А? В 17-й год. Вот. То есть, ни о какой форме, естественно, речи не идет. Коммунисты ведут себя нагло и нахраписто. Хватают все, что попадается под руку, потому что, во-первых, некогда выпендриваться. А во-вторых, бери, что дают. А во-вторых, неважно, что попало нам в руки, мы сами наполним это идеологическим каким-то смыслом. Поэтому комплекты, которые предназначались, куртка кожаная, маузер, кепка, это комплекты спецформы, экипажи, воздухопластей и бронеавтомобилей, которые сшили во время Первой мировой войны, но они так и остались на складах. То есть, их было достаточно много, но недостаточно для того, чтобы одеть всех. Поэтому отделе только комиссаров выделили. Смотрите, что произошло. Все любят победителей. И все хотят мерч той команды, которая выходит с стадиона под крики победы. В городе начинается, с одной стороны, боязнь звезд и кокард, потому что, например, в деревнях это не христианский символ, его не знают, а если я чего-то не знаю, то я буду этого бояться. А в городах начинается мода. Дело в том, что кокарды изготавливали на частных маленьких фабричках, даже не мануфантурах, не мануфактурах, а частных мастерских. И кокарду можно было купить в свободном совершенно режиме, поэтому ее начали одевать кто не попадя, кто-то для того, чтобы произвести впечатление на девушку, кто-то для того, чтобы совершить налет. Поэтому пришлось принимать меры. И для начала всем, кто не является военнослужащим, немедленно кокарду снять, всем владельцам лавочек прекратить продавать и покупать, все вернуть на склады, а кожаные куртки, бушлаты, если они были, сдать. И, соответственно, тоже ими не торговать в свободном доступе. Действительно, случаев грабежей под видом комиссаров было более чем достаточно. Три вида кокарды, они так или иначе, посмотрите, они могут быть разного возраста, разные качества исполнения, но графема, сюжет и символ. Даже вот эта полевая форма не теряет своей узнаваемости. Еще один символ революции – Буденновка. Пошит он был для парада русской армии в Берлине по окончанию Первой мировой войны. И, по сути дела, это элемент парадной формы. Точно так же был получен коммунистами и тут же брошен в бой, потому что у них не было ничего на первом этапе. Поэтому знаков отличия даже кокард на всех не хватало. И было принято достаточно изящное решение нашивать суконные или тканевые звезды. А для того, чтобы не путаться, была введена цветовая идентификация практически штанов, как кинзадзан. А когда с формой разобрались, это уже более поздний период, это 1926 год, форма танкового командира, популярность не только Красной армии, но и службы в Красной армии начала расти очень и очень сильно. Красная армия вообще очень сильно прирастала добровольцами. Так что Красная армия, побеждающая армия, является мощным инструментом своей пропаганды и своих идей. Парада, первый парад 1 мая 1918 года уже с техникой, это захваченный у белогвардейцев французский танк. ФТ-17, по-моему. Первый советский орден. Потому что так или иначе отличать тех, кто рискует своей жизнью, необходимо. Единственный, точнее, очень долго это был единственный боевой орден. Трудовой орден. И высший орден. И мы имеем систему из трех понятных позиций. Боевой, трудовой и просто выдающийся. Потому что первые герои Советского Союза, это были те летчики, которые спасали полярников. Даже не сами попанинцы, а те пилоты, которые их искали, а потом, соответственно, их спасали. Справедливость ради, надо сказать, что наградили и технические службы, которые эти самолеты готовили. Очень важный пункт внутри любого общества. Отличаться, быть чем-то лучше, быть немного другим. Это не ордена, это знаки отличия. Знаков отличия было введены десятки. По множеству профессий, по множеству сфер труда. Для того, чтобы человек мог себя выделить внутри своих, в первую очередь, профессиональных товарищей и коллег. Поэтому сферы трудовые, спортивные, военные навыки, которые приветствовались и активно пестовались. Но это не боинские, конечно, награды. Игрушки. Смотрите, для чего я это рассказываю. Я пытаюсь показать по шагам, как в данном случае государственная система пытается при наличии ресурсов, при отсутствии ресурсов, занять все те точки, по которым человек может себя идентифицировать. Но это ведь не только занять, это еще и дать, потому что советское общество после гражданской войны было местами не просто бедное, а ближе к нищему. Деревянные игрушки. Таких вещей в начале 20-х годах нет. В 20-х годах игрушки продолжали делаться кустарно и достаточно хаотично. А в начале 30-х попытались выстроить, опять же, систему, из чего это можно сделать. Но, опять же, ресурсов мало. Это деревянные обрезки. Это фактически сделано из мусора. Поэтому вот кустарные игрушки. Да, это тоже, на самом деле, броневик, это тоже кустарная игрушка, так же, как и вот эта. А вот это уже игрушки. Это раз там схема для вышивания. Жестяной танк. Пионерка – это шорты. Не надо думать. А большой популярностью пользовались бумажные наборы. Это то, что можно было вырезать. Может быть, кто-то застал куколки, которые ты вырезаешь, наклеиваешь, или там загибаешь краешки, и это твоя игрушка. И это тогда было очень доступно, в первую очередь. Нельзя сказать популярно, да, но доступно и пользовалось очень широко. И теневые театры, и куклы из ткани. Это все было поставлено на какое-то начало системы, на начало какого-то определенного потока. Здесь не могли, для чего? С одной стороны, не могли появиться не те игрушки, с другой стороны, это давало гарантию, что это разойдется максимально широким тиражом. Или вот, например, да, как из фанеры выпилить, потом наклеить, раскрасить, и что, соответственно, получится. Детская литература. На самом деле, это не просто вал, да, а это целенаправленное, скоординированное движение по развитию и повышению качества детской литературы и литературы вообще. Огромное количество появляется изданий, периодических, стихотворных. Темы, как вы понимаете, они по большей части не только о природе и там зверятах и путешествиях, они еще и о Новой Республике, о сравнении через путешествия, о демонстрацию, показания преимуществ через демонстрацию, простите. И здесь оказался совершенно идеален принципы композиции и иллюстрации, принятые в авангарде. Потому что дети любят необычность, яркость, четкость, и здесь это нашло свое отражение. Издательские марки. По большому счету, никто не остался уже неохваченным. Так или иначе, основные элементы той системы, которую мы видели вначале, мы здесь уже видим. И опять же, видим, как тяжело авангарду в малых формах. Тяжко ему. Особенно вот здесь, в синдикатспичной промышленности. Журналы. Есть специализированные журналы, коммунистка или там воинствующий безбожник, но есть и вполне бытовые, хозяйственные. И так или иначе, они стараются нести на себе элементы символики, поддерживая и признавая, что они являются частью этой системы, и пропагандируя, продвигая те принципы, которые коммунистическая республика, соответственно, продвигает. Отдых, война, обучение. В данном случае здесь тоже. Красная косынка – это один из символов того, что девушка или женщина разделяют эти взгляды. Организация общего досуга. Попытка помочь выстроить новый быт. Попытка зайти во все сферы для того, чтобы из ничего можно было сделать хоть что-то. Пропаганда роста. Популярная в 2018 году, в 2019 году, но отошедшая ввиду своей яркости, динамичности, даже агрессивности в последующих этапах, она оказалась не очень востребована. Что такое роста? Очень простая вещь. Это российское телеграфное агентство. Издания, которым тоже придавали большое значение. Пропагандистские издания. Ты не можешь включить телевизор, но ты можешь прийти в библиотеку или на тумбе, на газетной афише. Ты можешь прочитать, а что произошло в стране нового. Символика заходит во все сферы жизни. Даже после отмены сухого закона тоже на самом-то деле чихонен, по-моему. Еще один элемент, о котором часто забывают. Это реформа меры весов, это переход с фунтов на метры. Это нас вызвало колоссальное противодействие. Но ее провели, а для того, чтобы закрепить, для того, чтобы еще раз напомнить, все эти изменения приводили на конфетах. Но не только их, а и новые символы, для того, чтобы еще раз закрепить, чтобы у тебя не было возможности как-то выскочить из-под мира символики. Ильич, лидеры революционного движения, а также новая жизнь, новый быт, новые реалии, или новые мечты, новые возможности, и новые сюжеты. А кто такой юный пионер? На самом деле это выглядит, как, может быть, пустяк, но ребенок, который не знает, что такое, вопрос может быть задан, на самом-то деле, даже вот отсюда. И это очень важно. Новые памятники. И так, теперь деньги. Не слишком быстро? Деньги. Символика появилась в 19-м году. А посмотрите на три вот этих купюры 24-го года. Это, в отличие от привычных императриц или цесаревичей, это военный, колхозник и Москва. И эти сюжеты будут очень долго основными для банковских билетов Советского Союза. Образ крестьянина, сеятеля. Тут отдыхающие крестьяне. В 1937 году появился Ильич. Рисунок был сделан в 1924 году. Но только в 1937 году у нас на деньгах появился Ленин. Это не значит, что эти сюжеты, старые сюжеты, в данном случае шахтер, военный, авиатор, исчезли. Потом, по большому счету, после того, как Ленин начал канонизироваться, этот сюжет стал уже не настолько интересен. И, по большому счету, конечно, ценность он свою несколько подрастерял. Красная площадь. Сейчас мы посмотрим на памятники и на оформление некоторых событий. Посмотрите, это 1923 год, мавзолея еще нет, а вот какой-то у нас курган уже здесь насыпан. Справа курган, слева курган, а здесь центральное полотнище. Первый временный мавзолей, который сделали буквально бегом. эскизы, опять. Коммунисты ведут себя, в принципе, довольно грамотно. Появляется потребность, объявляется конкурс. Очень разным мог бы быть теоретический мавзолей, вплоть до какого-то, вот если попробую поближе сделать, на это стоит взглянуть. Вот такой очень своеобразный эскиз. Временный деревянный мавзолей и демонстрация на фоне временного мавзолея. Надо было этот кадр поставить раньше, потому что это 19-й год. Собственно, между двумя этими вот кучками вот здесь вот все и происходит. Посмотрите на... Это практически такая средневековая роскошь. Это такой, в общем, по большому счету, такой пир и символик, и цветов, и элементов. Все очень и очень разнообразно. Праздники идеологические, но праздники направлены на объединение. Праздники бывают очень яркие. Вот здесь вот сложная какая-то конструкция. Это ПВО, по-моему, прожектор. Мальчишки к пионерам примкнули. Соответственно, такие вот плакаты, посвященные праздникам. И в провинции, и в крупных городах. Надо помнить, что это, на самом деле, очень живое время. Оно очень кричащее. Просто когда говорят, что и был митинг, мы себе представляем довольно унылое мероприятие конца 89-го года. Нет, это очень живое, на самом деле, событие. Очень многолюдное состояние часто перерасти в какое-то стихийное или спонтанное неконтролируемое действие. Парады. Физкультурные парады, спортивные парады вводятся очень активно, вводится всеобуч. Это что такое? Ассоциация, организация всеобщего воинского обучения с целью подготовить мобилизационный резерв для Красной Армии. Физкультурные парады пестуются, спортивные состязания и организации продвигаются и пестуются. Что это значит? Им дают ресурсы, им строят стадионы, им дают возможности. Добровольное спортивное общество организует в первую очередь, конечно, по профессиональному признаку. Вообще у нас по профессиональному признаку было очень и очень много. По Конституции 2018 года люди голосовали, выбирали по профессиональному признаку, потому что вот есть цех, есть завод, в нем есть цех, в цеху все знают из 50 человек, кто толковый, кто бестолковый, кто громче всех кричит и ничего не делает, а по текущему избирательному, а так немножко в сторону избирательного права, по проживанию, ты вот так выходишь, смотришь и понимаешь, что ты никого не знаешь и никогда не узнаешь. Так вот, Красный спортивный интернационал. Организация, призванная в противовес олимпийским играм для проведения спартакиад. Собирается не одно государство, это несколько десятков тысяч человек, проходят достаточно долго, но являются частью общей спортивной доктрины, и все это выстраивается и держится на общей дизайн-системе, то, как это будет выглядеть. Парад физкультурников, плакаты, посвященные спартакиаде, и авангардные, и вполне традиционные, и добровольные спортивные общества. Если вы не интересуетесь историей футбола, то вот в этом знаке пищевик вы спартак не узнаете. А так, в общем, все основные клубы уже сформированы. ЦСКА, Динамо, Локомотив. Готов к труду и обороне. Смотрите, это тоже не орден, но это очень важный элемент одежды. Я знаю, молодого человека или девушки по отношению и к своим коллегам, и к своим друзьям, и к противоположному полу. Это то, что тебя отличает в социуме. Это то, что человек хочет получить, потому что получить это трудно, потому что у нас есть физиологический, достаточно очень простой механизм, основанный на том, что, простите за, может быть, такую упрощенную шутку, ресурсов в джунглях или в прериях на всех всегда не хватает. Да, каждая мартышка знает, что бананов никогда не хватает на всех. Когда появляется дефицит ресурса, неважно чего, символа, знака, знака отличия, человек стремится его получить. Просто потому что это выведет его на другую позицию внутри его же социальной группы. Плакаты. Организация, которая была до ВЛКСМ, молодежный КИМ, коммунистический интернационал молодежи. Вот на станции Комсомольской мы можем видеть элемент КИМа. Вот такая символика у него была. Агитационная продукция. Молодежная организация «Юные пионеры». Вот так выглядел первый октябрятский, как мы теперь знаем, точнее, пионерский значок. Знамя, серп и молот. И, да, оказалось бы, где здесь звезда, да? А здесь пять поленьев. И заколка для галстука. Естественно, это выросло из скаутского движения, но наполнение было принципиально другим. Посмотрите еще, на что стоит взглянуть. На устойчивость графемы. Если мы эту звезду, условно говоря, разошьем, этот знак, мы увидим, что эта звезда очень и очень тяжело больна. Но внутри общей конструкции мозг это игнорирует. Я понял, что это звезда, я прочитал этот девиз. То есть мы не разглядываем его здесь как отдельный элемент. агитационная продукция. На самом деле, пионер во многом был в прямом смысле слова примером для окружающих. Это были не пустые слова, а во многом, простите, пожалуйста, даже вызов, потому что мы сейчас уже можем не помнить, что длинные шорты, их так, в общем, длинноштанами этими и называли, это они пропагандировали нижнее белье, потому что в широких слоях населения такого понятия нижнего белья не существовало. если мы говорим о крестьянстве или о том крестьянстве, которое перебралось в город. Агитационная их работа, плакаты. Вот по пирамиде они очень конкретные. У тебя есть символ, у тебя есть действие, у тебя в данном случае есть еще и авторитет, который сверху вниз, соответственно, там нам что-то сообщает. Спасибо большое. С октябрятами все очень просто. Им нужно было стать хорошими пионерами, от них больше никто не требовал. И символика у них была по сильно упрощенной схеме. Это довольно редкий значок. Непосредственно октябрята 30-е годы. И молодежная цикла, простите, цикла. Всероссийский съезд, Всероссийский коммунистический союз молодежи. Смотрите, что интересно. С точки зрения брендинга и с точки зрения системы. Вот мы начинаем от идеи, потому что звезда – это идея. Знамя борьбы – это идея. А заканчиваем мы образом вождя, с которым можно быть согласным, несогласным. Его можно персонифицировать. Ты не можешь персонифицировать идею. И ты не можешь с ней не соглашаться, потому что там написано все очень хорошее. А вот здесь ты можешь очень серьезно закуситься. Это на самом деле удивительный пример части заката системы, потому что как только ты сам начинаешь выстраивать возможности для возникновения барьеров, поверь мне, они возникнут. Агитация. Рабочий и колхозница. Знаете, великолепный совершенно памятник. Один из трех великих советских колоссов. Вот отчасти этимология, откуда Вера Мухина черпала вдохновение. Вообще из античности, из классики очень-очень много брали. Париж. Смотрите, что на самом деле важно. До определенного момента Советский Союз в памятниках и в предметах монументальной пропаганды гигантизмом не страдал. Это отчасти можно объяснить отсутствием ресурсов, отчасти можно объяснить качеством и высоким уровнем художников, которые работали над этими проектами. Мы сейчас увидим с какого-то момента там что-то пошло не так. В ДНХ как символ фактически живой театр. Причем живой театр доказательства. Ты мог приехать и физически увидеть, а что произошло в животноводстве, в сельском хозяйстве, в павильон. Механизация. То есть это по брендингу это что называется пруфы прямые. Либо ты мог увидеть фильмы в ДНХ, если ты не мог из своего там какого-то далекого края приехать. Это было очень на самом деле важно. Потому что не фильм вообще, а фильм о месте, которое существует. Дружба народов. И, к сожалению, так, немножко перепутал. Ага, я перекинул. Война. Вот до этого момента с точки зрения графического дизайна системы был рост. Он был хаотичный, он был не везде согласован, но это был рост, и рост довольно, на самом деле, уверенный. Смотрите, как меняется тональность. кардинально поднимаются очень архетипические сюжеты. Кто из вас может отказать своей матери? Вот я не могу. И многие не могут. Потому что мать самая святая, так, так, так. Понимаете, да, перекладывание родины на мать, это на самом-то деле прием, может, не самый честный, но в данном случае, мне кажется, оправданный. Как дизайн-система, как бренд реагирует на изменения наградами? Если до войны вот этих всех джентльменов вполне возможно и Суворова, и Нахимова, и Ушакова могли бы назвать помещиками, то в данном случае они героические защитники родины, которой мы будем гордиться. Так что тональность меняется значительно. Уважается новая ордена. Ордена, основанные на воинской доблести Российской империи. Первый раз всерьез вспоминают заслуги того, кто был до. До этого только стирали. то есть не стирали историю совсем, очень интересовались историей вооруженного мятежа Спартака, например, и так далее. Обращение к исторической памяти, приведение примеров и преемственность побед. На этом фоне интересна судьба фильма Александр Невский, который сначала принят был с одной стороны хорошо, с другой стороны несколько прохладно, потому что патриотизм отчасти рассматривался как явление буржуазное, а в 1941 году он пришелся очень кстати. И на ордене Александра Невского мы видим профиль актера. Сейчас вылетела фамилия. Некрасова. Черкасова. Спасибо большое. Черкасова. Опять очень понятные, очень говорящие, рассчитанные на то, что мы на это с реагерем. Еще один момент, который хочется поделиться. Я с одной стороны как пытался какие-то сложные штуки, с другой стороны так, чтобы мне было скучно. это партизанские как пряхи ременные. Советские были не самого высокого качества, а немецкие были очень хорошие. И партизаны, и не только партизаны на самом-то деле, счищали кокарду, либо изничтожали ее совсем, либо счищали немецкую символику настолько, насколько могли, и вот крепили соответственно советскую кокарду. Плакаты. Плакат говорит о насущном. Почему это важно? Потому что система живая, система знает, что беспокоит и людей, и фронт, и на что они будут реагировать. Но с точки зрения отвлеченного зрителя сегодня, это же на самом-то деле страшно. Молодежь в бой, партизан на дереве сидит. Это на самом деле страшно, если дедушке пришлось туда собираться. Боли и насущные проблемы. Вот еще одна иллюстрация возврата к образам героического прошлого. Плакаты. 43-й год возвращаются погоны. Казалось бы, на самом деле реформа длилась с разной степенью интенсивности около десяти лет. Такие вещи не происходят по щелчку пальцев. Это длительный процесс. Но почему именно зимой 43-го года? В разгаре битва за Сталинград. Это одно из переломных событий и вводят погоны. На самом деле отчасти я со своей стороны могу объяснить это, и надеюсь это будет не слишком далеко, то тоже, почему компания British Petroleum превратилась в компанию BP. ровно после одного события в Мексиканском заливе, когда ей пришлось срочно отмываться, менять название, менять айдентику, менять коммуникацию, менять все практически. Так вот, на самом деле зимой 43-го года исход битвы за Сталинград был уже достаточно очевиден. Так вот, новая форма, новые погоны это армия победителей, это перелом войны, это принцип проигрывали другие люди в другой форме, в других званиях. Это на самом деле очень важно с точки зрения брендинга, это очень важно, когда человек приходит на свое предприятие и переодевается, он перестает быть Васей, Петей, он становится токарем или каким-то специалистом вот этого места. и часть своей внешней жизни он оставляет вместе со своей гражданской одеждой. Очень необычный артефакт это меч, который был выкован по приказу короля Герго в знак восхищения британского народа мужеством защитников Сталинграда. Что здесь важно? На самом-то деле это очень красивый дипломатический жест. С одной стороны гравировка на русском и на английском языке, а с другой стороны это награда, не надо простить, награда, это герб короля и красная звезда, которая присутствует на одних нождах, это признание. Это очень символичный подарок. они являются одним ничем, на самом-то очень сильно. Плакаты 1944 года естественно продолжаются и кукрынисы, и военные плакаты, и военные газеты, но появляются плакаты, которые начинают говорить о завтрашнем дне. Единственный гражданский орден, который был введен во время войны, это орден, посвященный будущему. И еще одна традиция, в которой появилась только в процессе вот этого страшного события. Салюты в честь важных событий, в честь освобождения городов и финальный салют в Москве в честь победы и окончания войны. А теперь без пауз, к началу конца. Представьте, что дизайн системы не разрушается самостоятельно. Дизайн система и брендинговая система привязаны к очень большому количеству факторов. Представьте, какую ценность будут иметь религиозные атрибуты, если какое-нибудь первое лицо неважно какой религии выйдет на паперть и скажет товарищи, извините, я ошибся, бога нет. Расходимся, произойдет на самом деле катастрофа и в умах, и в сознании, и это будет очень непростая история. Так вот, после 20-го съезда, после того, как был объявлен культ личности, происходит на самом-то деле очень серьезный раскол. происходит, во-первых, потеря доверия, того доверия, которое сейчас, какие-то вот это на самом деле максимальная степень доверия. Ты можешь ничего не делать, ты можешь даже не спиливать, тебя никто не накажет, потому что надо все штаны носить, брюки, неважно. И доверие подрывается, доверие подрывается колоссально, и происходит удивительный, очень странный разлом, в том числе и в символах, и в дизайне. С одной стороны растут, такой парад колоссов начинается, а с другой стороны память о войне становится очень локальной, она фактически не обсуждается, она уходит внутрь семей, внутрь людей, а публичное пространство занимает, ну, на самом деле, наверное, нужные и важные, но грандиозные совершенно гиганты. Я, если я могу, нахожусь в плоскости догадок, но, возможно, простой человек, там, какой-то слишком высокой степени связи с такими вот монументами может и не чувствовать. Не знаю, что они не нужны, или что они плохи или безоценочно. И начинается тиражирование илечей. Илечей ставили и до войны. Их его начали ставить, пока он еще был жив, даже во время гражданской войны начали ставить бюсты. Но начинается тиражирование массовое, там уже речь идет о тысячах. И начинается размывание дизайна системы. Это можно посмотреть по важным крупным событиям. Фестиваль молодежи и студентов 1957 года. Как опознать, в какой стране он происходит? Просто за мир и дружбу зачем? Понимаете? Все. Неважно это где, неважно кто, и ты уже не понимаешь ни страну, ни место, ничем эта страна сильна или славна. Это размывает дизайн систему, это понижает ценность бренда. Безусловно, все события происходят более или менее одновременно. И здесь дизайн скорее реагирует на них, нежели их, конечно, не инициирует. Размывание происходит даже в тех областях, которыми, казалось, мы должны. На самом деле, запуск человека в космос – грандиозное мировое событие, куда более важное, чем какой-то фестиваль молодежи и студентов. Если мы посмотрим на то, как агитация, плакаты реагируют, мы увидим, что нам сложно опознать страну, высокая доля эмоциональности. Нам сложно оценить, что это не супергерой при всей любви, уважении и поклонении Юрия Алексеевича, что его запускало целое государство. Миллионы людей там меньше ели, меньше спали. Я совершенно сознательно привел обложку журнала «Тайм» для того, чтобы вы увидели, что лобовой взгляд в этой иллюстрации как-то даже больше нас притягивает. А здесь опознать сюжет уже сложно. Хочешь сказать, что же такое, это же важнейшее событие в жизни человечества. Покорим космос. Ни советский космос, ни наш космос. Я их не отбирал специально. Я даже пытался подобрать однажды другие плакаты, те, которые бы говорили об обратном. Смотрите, я радуюсь, это мой труд, вливает труд моей республики. Какой? Это не значит, что это плохая иллюстрация или плохой плакат, или плохой художник. Нет, здесь дело в том, что еще 30 лет назад подобное формулирование достижения нашего государства было бы просто, в принципе, невозможно по своей формулировке. Художник рисует то, что ему поставили в качестве задачи. А значит, так ставятся задачи. Если они все, условно говоря, идеологически похожи, например, брошюра в ДНХ СССР павильон космос, да, о том, что это СССР мы можем связать с трудом, да, вот здесь у нас СССР присутствует уже как часть вязи, как часть шрифтовой композиции, да, а эмблема, соответственно, невзрачна и невыразительна, да, это недопустимо, конечно. Размывание, дизайн-системы, это в том числе размывание языковой среды. Ну, то есть, то, что люди начинают хотеть, то, что люди начинают считать для себя важным, получается такой самозапускающийся механизм. Они собственную систему продолжают размывать. Или, например, на примере БАМа, да, грандиознейшее мероприятие, колоссальное по своей нагрузке, сложности и так далее. Но, положа руку на сердце, мы опять не можем опознать страну. К сожалению. Художники замечательные, плакаты очень красивые. Но, как донесение коммуникации до своей очень широкой молодой аудитории, оно здесь размыто максимально. И еще один аспект. Партия и какой канонический образ Ильича замещают живого человека. Это последствия размывания дизайн-системы. Когда атрибуты, когда ориентиры старые рушатся, они мгновенно заполняются очень дешевым ширпотребом, тем, что, мне кажется, более отвратительного изображения, тяжело найти, но он висел через одну квартиру. Размывание дизайн-системы, когда мы видим признаки размытия, мы должны знать, что это приведет нас к печальным, то есть, это не инициатор процесса, но это очень важный такой маркер показателя здоровья. Спасибо вам большое за внимание. Да, ну, пожалуйста, если я смогу ответить, то если вопросы, пожалуйста. до вопроса записывается на камеру, поэтому я повторю, почему произошло размывание айдентики? по вашему мнению. Эти процессы взаимосвязаны, эти это все процессы. Когда, смотрите, существует такое понятие, как теория общественного договора, может быть, знаете, ну, знаете, когда происходит переписывание общественного договора, это очень тонкая грань, когда происходит нарушение общественного договора, это очень часто приводит к расхождению власти с одной стороны, или власти в широком смысле слова, и народы тоже в широком смысле слова, между которыми общественный договор и заключается. То есть, когда происходит обман в нем, он имеет очень длинную инерцию, но по окончанию Второй мировой войны, это мое сугубо личное ощущение, что люди ждали чего-то другого. И когда вот им сказали, а теперь мы вам расскажем, кто во всем виноват, они почувствовали себя еще и преданными. А дальше был вопрос времени. Иван, спасибо большое за такой глубокий и интересный рассказ. Спасибо вам, что пришли... субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok